Привет, ребята! Привет всем, кто сейчас смотрит YouTube. Как видите, вокруг меня жуткий колхоз, ужасные бараки, полно дерьма на земле. И это все Россия. По-любому, во многих городах у вас есть такая картина. Да, наверное, даже не во многих, а реально во всех городах вот такая вот ужасная картина на улицах. И в таком колхозе вырос мой батя. В начале 2000-х, когда еще буквально-таки назревала волна всяких мошенничеств, обманов каких-то там, мой батя разработал такую интересную схему. В те годы только-только начинало развиваться телевидение, начали какие-то фильмы снимать. В этой части пошел какой-то взлет. И мой батя решил на этом хайпануться. Суть в чем? Он был тем еще хитрецом и организовал такую интересную штуку. Он нанял пару женщин на должности администратора, какого-то Николая Ивановича, фотографа колхозного. Ну, главное просто, чтобы у него был фотоаппарат. Он арендовал какую-то студию. То ли это студия, то ли это просто какой-то был офис. Скорее всего, это самый дешевый офис был где-то ближе к окраине города. Работа у этих женщин заключалась в том, чтобы они искали людей, которые хотят работать актерами. Либо сниматься в какой-то рекламе. И тогда только закончилась вся эта херня с МММ. Конец 90-х, начало 2000-х. Примерно на какие-то вот эти вот годы. Интернет только-только появлялся. Но это все не важно. В общем, эта схема и в наши дни тоже работает. Так что, можно сказать, батя мой положил основу для этих всех мошенничеств. Эти женщины-администраторы звонили этим людям. И разговор у них складывался примерно так. Типа, добрый день. Я от компании такой-то, такой-то. Мы занимаемся набором актеров для какого-то сериала. Или для какого-то фильма. Ваш типаж нам очень понравился. Ваша анкета так произвела на нас впечатление. Вы прям то, что нам нужно. И человек такой, вау, клево. Я буду сниматься в кино. Далее работницы конторы предлагали им такие условия. Вы у нас будете сниматься в сериале. Ну, скажем, в съемочный день у вас будет тысяч где-то 6 примерно, 6-8. В зависимости от вашего опыта. Человек такой сразу, типа, о, клево. Отлично, я буду получать 6-7 тысяч в день. Гонорар, это же так классно. Но, так как у вас нет актерского портфолио, то вы его, конечно же, можете сделать. Я вам оставлю номер одного фотографа. Он вам сделает отличное портфолио. Всего за тысячи, за четыре. Ведите к нам в офис. Он вас отфоткает. И, когда уже мы запишем эти фотографии все на диск, либо сделаем вам даже какой-то альбомчик, вы придете к нам оформляться. Мы с вами подпишем договор, выплатим вам первый гонорар. И, соответственно, с этим гонораром вам вернется и стоимость портфолио. Человек, конечно же, вау, был уже в великом предвкушении. Круто, я буду крутым актером. Гонорар 7 тысяч рублей в день. Вот в этом колхозе 7 тысяч рублей в день. Это вообще просто шикарные деньги. Люди, конечно же, соглашались. Люди шли. Людей было много. И суть в том, что вот одному человеку позвонили. Он заплатил 4 тысячи. Как бы, получается, просто за то, чтобы его пофоткали, скинули фоточки на диск и сказали, жди месяц, через месяц мы тебе сообщим. И все, человек, радостно потирая ручки, уходил. Приходил второй, третий, четвертый. Этих администраторов, женщин там сидело, человека три у него. Вскоре стало четыре. То есть, каждая находила человек по 10 в день. И сами считайте, какие суммы из этого выливались. Зарплаты там тысяч сто, может, в месяц уходило. И в итоге прибыль довольно хорошая. Конечно же, батя ни с каким агентством, ни с какой кинопроизводческой студией не сотрудничал. Это был просто такой наеб. Подобный наеб сейчас используется в каких-нибудь, как они там называются? Куда ты там ходил-то? Где тебя наебать хотели? Да, используется в модельных агентствах. Мы тебя будем всяко продвигать. Мы тебя будем посылать там в какие-то супер клевые выставки одежды. Да, ты будешь на показах, ты будешь крутой моделью. Но тебе надо пройти у нас обучение. Видите? Какое там обучение модельное? Господи. Пройтись туда-обратно. Вот именно. За 5 тысяч. За сколько тебя там предлагали? 3 месяца. 3 месяца ходить, 15 тысяч. И что ты с этого получаешь? Документ. Какой документ? Ты получаешь только портфолио, ты получаешь только фотографии и все. А эта агентство вряд ли куда-то тебя дальше будет двигать. Я тоже об этом думал, что для гарантии, что тебя не кинут. Вот тоже самое кидало. Вот так как мой батя не сотрудничал с ни с какими фильмопроизводческими студиями. Людей просто фотографировали за 4 тысячи. А потом конторка закрывалась и батя уезжал в другой город. В такой же серый, осенний, весь в снегу, заваленный снегом и грязью и говном. Он российский город. Ну, ребята, в общем, вот такая вот история из жизни моего бати, который вырос в подобной провинции. Серой, скучной и постсоветской, где машины-поснежники стоят. Как и 10, как и 20 лет назад. У людей в такой обстановке возникает желание жить лучше. Все хотят жить лучше. Поэтому возникают всякие мошенничества, всякие обманы, кражи, убийства и прочая фигня. Вот эта вся серость, вот к этому всему вот и толкаю. Поэтому мой батя был такой находчивый. Если вам понравились подобные истории, то... И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк на этот видос. Кстати, в нашем паблике ВКонтакте мы будем публиковать более такие маленькие, не такие интересные истории от моего бати. Так что рекомендую, можете подписаться по ссылке. Ну, всем вам, ребята, удачи. Не попадайтесь на ловки мошенников. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok